Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастического боевика 2019 года «Модификаты». Джордж – секретный правительственный агент, выслеживает опасного человека и вместе с ещё несколькими агентами окружает здание по периметру. Внутри они находят Джозефа, который работает здесь уборщиком. Джордж сообщает, что они из правительства, и просит Джозефа пройти с ними. Однако уборщик бросает в них свою метлу и убегает, но команда вскоре окружает его в складском помещении. Тогда Джозеф использует свои особые сверхспособности, чтобы высоко подпрыгнуть и выбраться на крышу. Агенты преследуют беглеца и загоняют в угол на крышу, а затем вырубают специальным электрошокером. Затем они вводят Джозефу сыворотку, которая лишает его сил, и отвозят его на секретный объект. Джордж встречается с капитаном Уильямсом, который руководит программой, связанной со сверхлюдьми. Уильямс объясняет Джорджу, что модификаты – это генетически усовершенствованные люди, которые очень опасны, и они легко могут убить обычного человека. Также капитан рассказывает еще об одном могущественном модификате, который убивает себе подобных. Никто не знает, кто именно совершает эти убийства, но все ниточки ведут к сверхчеловеку на другом конце города. Другой модификат, Анна, работает в автомастерской, где помогает Денни с разной мелочевкой. При этом Денни согласился сделать для девушки фальшивый паспорт, чтобы она смогла сбежать в Китай, где ее не сможет достать правительство. На следующий день к Денни приходит гангстер Марка и его подручные, с которыми он заключил сделку на поддельный паспорт. Вот только они требуют от мужчины еще денег. Когда Марка отказывается, Денни велит своим людям избить его. Анна, видя это, приходит в ярость и использует свои силы, чтобы вырубить всех. Но один выстрел, предназначавшийся ей, случайно попадает в Денни, смертельно ранив мужчину. Анна звонит в полицию, забирает свой паспорт и убегает. Команда Джорджа перехватывает звонок и понимает, что они имеют дело с модификатом, после чего агенты выслеживают девушку с помощью специальных часов, которые способны отслеживать сигнал, излучаемый модификатами. Анна ищет припасы, когда к ней подходит какой-то мужчина, который заявляет, что он пришел помочь. Но она не верит ему и отбрасывает незнакомца в сторону. Затем Анна угоняет машину и срывается с места. Однако за ней следуют Джордж и Скотт, поэтому девушке приходится съехать с главной дороги. Джордж приказывает своей команде во что бы то ни стало не упустить цель, и запускает следящий дрон. Но вдруг происходит мощный выброс энергии, который отключает все электронные устройства в округе, включая машину Анны. Команда Джорджа мгновенно окружает девушку. Джордж приказывает ей выйти из машины с поднятыми вверх руками, и Анне приходится подчиниться. Скотт обыскивает ее автомобиль, где находит поддельный паспорт. После чего Джордж спрашивает беглянку, зачем она собралась в Китай, и по какой причине она убила Дэнни. Анна пытается объяснить, что она наоборот пыталась помочь Дэнни, но агент ей не верит. Тогда Анна пользуется подходящим моментом и сбегает. Она добирается до небольшого домика, но Джордж следует за беглянкой по пятам и использует светошумовую гранату, чтобы ее ослепить. Джордж собирается ввести Анне сыворотку, когда появляется еще один модификат Дэвид, который играючи вырубает агента. Дэвид отвозит пару в укромное место и связывает Джорджа. Анна вскоре понимает, что Дэвид это тот самый мужчина, который ранее проник на объект и позволил другому модификату сбежать. Дэвид требует от агента сообщить местонахождение других модификатов, и угрожает убить обоих утром, если он не получит нужную информацию. Когда Дэвид уходит, Анна спрашивает Джорджа, почему он за ней охотился. На что агент уверенно отвечает, что, судя по ее досье, она очень опасный убийца, которая убила много людей, включая своих родителей и психотерапевта. Анна отвечает, что ее забрали у родителей в возрасте четырех лет, и она даже не знает, кто они такие. Правительственная организация под названием СИСА ставила над ней эксперименты и пыталась сделать из нее беспощадного киллера. А если бы она отказалась выполнять приказы, то была бы жестоко наказана или даже убита. Девушка добавляет, что психотерапевта расстреляли агенты всего лишь за то, что женщина посмела назвать Анну по имени, а не по ее порядковому номеру. Джордж не до конца верит в эту историю, но он прекрасно понимает, что ему не рассказали всей правды о программе модификатов. Утром команда Джорджа отслеживает сигнал, пытаясь найти Анну, когда их часы начинают пищать и показывают, что где-то поблизости есть модификат. Скотт уверен, что сверхлюдей не существует, но тут он сталкивается лицом к лицу с Дэвидом. Команда нападает на Дэвида, но он легко убивает большинство агентов. Скотт пытается вколоть Дэвиду сыворотку, но модификат не реагирует, поэтому агенту приходится бежать. Тем временем, Джордж просит развязать его и пытается объяснить Анне, что Дэвид очень опасен, и именно он убивает себе подобных. Но девушка ему не верит. Через несколько минут появляется Джозеф с каким-то красным мигающим устройством на шее, который нападает на Анну. И пока двое сражаются, Джорджу удается освободиться и вколоть Джозефу сыворотку. Джордж был шокирован появлением Джозефа, ведь ему сказали, что модификаты должны ликвидировать. Но Анна объясняет ему, что красное мигающее устройство на шее – это инструмент перепрограммирования, позволяющий использовать модификатов без их согласия. Оказывается, правительство использует модификатов в качестве секретного смертоносного оружия. Джордж, увидев Джозефа, понимает, что всё это время его обманывали, и решает сбежать вместе с Анной. Двое выходят на главную дорогу, где к ним подходит тот самый парень по имени Элай, который пытался помочь Анне, и говорит, чтобы они отправились к нему домой на его машине. Добравшись до места, ребята встречают модификата Лу, который также скрывается здесь. Элай рассказывает, что раньше он работал в СИСо-аналитиком, и даже не знал, что те проводят эксперименты над людьми, пока на него не напал Дэвид. Но, к счастью, Лу удалось спасти парня. Элай рассказывает, что компания проводила эксперименты по созданию суперсыворотки, и что им удалось проникнуть в другое измерение, где есть бесконечная энергия и нет энтропии. Но, чтобы воспользоваться этой энергией, им нужно было заполучить её источник, которым оказался Дэвид. Оказывается, Дэвид на самом деле не человек, а загадочное межпространственное существо, которое является чистой энергией. И поскольку в его измерении нет энтропии, он никогда не стареет и не может умереть. Но когда компания поглотила часть его энергии и ввела её в некоторых людей, Дэвид потерял возможность вернуться в своё измерение. Дэвид отчаянно хочет этого, поэтому он выслеживает всех модификатов, чтобы забрать их силу, при этом убивая их, надеясь однажды полностью восстановиться и вернуться домой. Элай пытался найти способ остановить Дэвида, но тот становился сильнее каждый раз, когда он убивал очередного модификата. И теперь единственный способ остановить существо – это ослабить его так, чтобы тот перестал регенерировать, а затем, наконец, убить его. Джордж собирается вернуться в штаб-квартиру, чтобы рассказать, как остановить существо. Но в этот момент на пороге неожиданно появляется Дэвид. Элай велит остальным бежать через чёрный ход, а он и Лу остаются, чтобы остановить Дэвида. Двое удерживают Дэвида лишь несколько мгновений, но существо оказывается слишком могущественным и убивает их обоих. Затем Дэвид ловит Джорджа и Анну, когда они пытаются сбежать на машине, вырывает дверь автомобиля и отбрасывает девушку в сторону, а затем опрокидывает на неё огромный контейнер. Дэвид собирается прикончить девушку, но Джордж просит его остановиться, утверждая, что может отвезти его в место, где находятся все захваченные модификаты. Но только если тот пощадит Анну. Дэвид соглашается, и они вместе с Джорджем направляются в штаб-квартиру. Анна, собрав все свои силы, выбирается из-под контейнера, а затем направляется следом за мужчинами. По пути Джордж спрашивает Дэвида, какова его конечная цель, на что Дэвид отвечает, что это измерение убивает его и что ему нужно вернуться домой как можно скорее. По мнению Дэвида, наша вселенная просто отвратительна, ему жаль людей за то, что они живут в такой дыре. Неожиданно Джордж отвлекает Дэвида и выталкивает его из машины, после чего спешит в штаб, чтобы предупредить руководство о большой опасности, но его останавливает и арестовывает охрану. Задержанного приводят к капитану Уильямсу и Скотту, где он рассказывает им о настоящей цели Дэвида, но капитан ему не верит. Уильямс говорит о нескольких перепрограммированных модификатах и уверенно заявляет, что с их помощью он разберется с Дэвидом. Джордж пытается объяснить, что Дэвид будет становиться только сильнее, чем больше он будет поглощать энергии от убитых им модификатов, но Уильямс его не слушает и бросает парня за решетку. Внезапно срабатывает сигнализация, и просмотрев запись с камер наблюдения, они видят, как Дэвид расправляется с несколькими охранниками. Уильямс отправляет к противнику модификатов, но, как и следовало ожидать, Дэвид легко расправляется с ними и возвращает себе свою силу. Существо пробирается в комнату с Уильямсом и Скоттом, где сразу же убивает капитана, а затем поворачивается к Джорджу и говорит ему, что он заставит Анну страдать. Но в этот момент появляется сама девушка. Дэвид налетает на Анну и собирается ее прикончить, но Джорджу удается освободиться и активировать газ, который лишает модификатов всех их сил. Лишившийся своих сил Дэвид становится гораздо слабее, но у Анны не поднимается рука, чтобы его пристрелить. Тогда Джордж хватает пистолет и несколько раз стреляет во слабшее существо. Четыре месяца спустя Джордж и Анна встречаются. Девушка снова работает в автомастерской и живет обычной жизнью. Джордж передает ей имена всех модификатов и говорит, что она может помочь им вновь обрести нормальную жизнь. В то же время один из этих модификатов открывает дверь своего дома, когда на пороге неожиданно появляется Дэвид с дьявольской улыбкой на лице. И на этом история заканчивается. Как вам фильм-модификаты? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!